У меня другой вопрос к тебе, Павел. По поводу корневых и прикорневых гнилей. Существует такой миф о том, что соя не болеет. То есть корневых гнилей на сои практически нет и защищать ее не нужно. Но хотелось бы услышать от тебя, как технического эксперта, который всю жизнь смотрел за этой соей и бывал в разных районах, в разных территориях, в разных частях нашей страны. Болеет она? Есть ли корневые гнили? Как я сказал, у нас мало специалистов именно по сои, особенно в корневых гнилях. Это, наверное, даже неописанная еще та часть фитопатологии. Корневые гнили сои пока что. Но в течение, скажем, на всходах от корневых патогенов, от почвенных патогенов, которые находятся в почве, мы можем получить просто элементарное снижение всхода. Когда у нас семидоли взошли, пожелтели и растение умерло. Можем это даже не заметить. А когда уже растение большое, да, очень часто все видели, раз одно растение просто какой-то кулигой или там одно-два в ряду, начинает желтеть, начинает все, конечно, выдергивать. Говорит, тут проблемы с корневой системой. Да, проблемы уже с корневой системой, но это как раз таки, о чем ты говорил, Дмитрий, да, это заразилось еще на ранних этапах. В течение сезона грипп развивался внутри молодого растения, забил все сосуды, которые может, да, там внизу быть. И в какой-то момент, только как получили какой-то стресс, например, там засуха накрыла всех, да, и, естественно, растение перестало получать питание и быстро-быстро уши опустило, да, и пожелтело. Поэтому корневые гнили есть, как я сказал, и фузариума очень много. И мы там дальше коснемся у видов носой гораздо больше, чем, да, чем на зерновых наших любимых, которые уже всех, мне кажется, приелись им, надоели. Вот, поэтому корневые гнили есть, склеротиния пошла очень сильно, много, как бы, внимательно смотрите за ней, да, резоктония, которая отъедает корни, потом у нас растения почему-то падают там, и все списывают это на каких-нибудь там вредителей, которые никто ни разу не видел, которые подъедают как-то там корни, да, господа, резоктония у вас. Та часть, да, которую мы вот сюда остановились, я хотел, да, рассказать, вот эта семенная инфекция, которую вы все видите на фитоэкспертизе семян, потом видите еще ее в течение сезона, да, вот тут первым номером это у нас аскохитоз, да, по-вторым септориоз. Самые номерные ответы аскохитоз, антракноз, септориоз и фомоз. Септориоз, как я сказал, и аскохитоз, который может передаваться и семенами, да, может передаваться как бы в течение сезона. Мы видим цикл развития этого патогена, да, вот здесь вот этот старт красным выделено. Мы видим, что, например, с семян, да, заразились семидоли у нас, выход семидоли, например, там с тем же аскохитозом, можно прямо на семидолях его определить, да, вот эти вот такие же коричневые, ну, темные пятна, которые потом будут проваливаться. Потом гриб никуда не девается, да, он растет, растет внутри, говорится, ткани растения, созревает, да, выкидывает свои споры, переходит это на более, там, старшие листья. Это все в течение сезона, да, и септориоз точно так же себя ведет, там, на первой паре настоящих листьев очень часто можно его заметить, особенно, там, Дальний Восток. Опять же, привет вам всем, когда вы начнете делать первую обработку пораньше фунгицидом против септориоза, да. Это также продолжается в течение сезона, он растет, растет, растет и переходит, как говорится, поднимаясь с яруса на ярус и заражает бобы, заражает, получается, следующие семена. Часть инфекции остается в почве, да, на растительных остатках и будет перезаражать, как говорится, в течение сезона. А часть пошла к нам в склад и вернулась, как говорится, на агроному в виде семян, да, уже зараженных с собой. Поэтому я подвожу это к тому, что контроль, да, таких патогенов, да, многих патогенов сводится не только к, например, там, септориозу. Там я обработаю, да, всеми известными препаратами фолярной и с этим справлюсь. Да нет, не справитесь. Вот как здесь представлено. Если вот каждая звездочка будет у нас больной семечкой на поле, да, которое зашло уже больным, то в течение сезона, да, как здесь показано, это больное растение из больного семечка будет перезаражать здоровые. И такая вспышка, да, такое развитие патогенов на поле будет происходить быстрее. И тогда уже, да, очень часто не хватит просто количества этих фунгицидных обработок и так далее. Поэтому контроль заболеваний, да, таких, которые, скажем так, листовых, начинается уже с подготовки семенного материала и подготовки к защите семян. Да, если мы посмотрим на цифры, да, которые приведены, вот эти пороги вредоносности, вы получили там фитоэкспертизу семян, да. Вы видите, сколько фузариозов, например, могут паразитировать, да, на данной культуре. Если у вас, скажем так, фузариозы там на семенах, там, 15, да, и выше процентов, смело смотрите, если вы не обрабатываете семена, что 10% сходов у вас не взойдут. А если у нас появится, что еще и там 5%, скажем так, больных растений, да, в течение сезона будут появляться из-за фузариозов, то есть эти увядания, пожелтения и так далее, можем говорить, что 15% урожая потеряется. То есть это дополнительно потеряется к тому, что не дошло? Да, только из-за того, да, только, грубо говоря, один фузариоз может 15% урожая, да, семян, либо заражение с почвы забрать, если он достаточно мощный до его присутствия. Ну ладно, тогда у меня буду сеять больше. Будешь сеять больше, но это тоже палка на двух концах, да, во-первых, это затраты на семена увеличатся, а во-вторых, это правильная площадь питания, да, растения порой очень часто не сможет реализовать. Но если ты посеешь больше, это не значит, что, кажется, то количество тоже не погрозится фузариозом дополнительно. Переноспороз, да, мучнистые росы, ложная мучнистая роса, которую там почему-то все видят уже после, но кто внимательно, да, видел хоть раз свои образцы, семена с белым налетом очень часто попадаются в партиях, да, и заражение свыше 15-30% да, спокойно забирает уже на всходах 15% густоты. Да, если это заболевание появится уже позднее, да, уже в момент цветения, там, например, там 25% развития, скажем так, будет, то есть там на 10 листьях растения, пускай это, чтобы образно понять, что такое 25%, да, будет заражено половину, четверть всех листьев, то это заберет еще 10% урожая как минимум. Аскохитос, то же самое, 10% на семенах, 8% схожести минусом, да, то есть много патогенов, да, и тот же септориоз, который передается семенами, да, может передаваться, он на схожесть не повлияет, но он появится чуть позже, да, то есть растения из зараженных, если семена были заражены, растение взойдет, и симптомы септориоза проявятся очень рано, на, там, на, там, скажем так, чуть ли не на первой паре, да, настоящих листьях, возможно, так вот сейчас часто видно, что септориоз уже развивается. Это значит, что растение с самого начала, с самого детства, да, уже живет с патогеном внутри, патоген отнимает у него силы и энергии, это будет сказываться на урожае. Поэтому, как я сказал, если возможно, да, есть методы контроля патогенов не только уже по вегетации, да, а возможно, как говорится, их начать контролировать с обработки семян, это нужно делать.